Библия Итак, это невероятное обетование, которое, кстати, повторяется в Новом Завете в послании Ефесиным. Обетование следующее, чтобы мы были счастливы и продлились дни наши на земле. А вы заметили расположение этой заповеди? Четыре заповеди связаны с самим Господом, и шесть касаются наших взаимоотношений. Первое место среди заповедей об отношениях уделяется этой заповеди. Исходя из этого, мы понимаем, как важно почитать отца и мать. А почему важно почитать отца и мать? Я должен прежде всего признать, что они подарили мне жизнь. Вы скажете, но я ни о чем не просил. Однако превыше семейных планов и планов ваших родителей есть план Божий. Бог обрадовался вашему рождению. Как бы человек не появился на свет, и мы знаем, что на свет появляется определенное количество детей каждую секунду, Бог видит, присутствует и знает об этом. Он знает количество дней человека. Жизнь достойна самой высокой оценки. Она достойна уважения. Мы почитаем отца и мать не только потому, что они родители, а потому что Бог использовал именно их, чтобы они приняли ответственность за жизнь, которую Он доверил им. Ребенок появляется посредством родителей, но происходит он от самого Бога. Поскольку Бог творит жизнь, и жизнь достойна уважения, Бог просит меня почитать отца и мать. Он использовал именно их. Во-вторых, я таким образом признаю, что уважаю и почитаю Божий план семьи. Бог сотворил семью, и мое уважение к этой части Его плана транслируется через мое почитание моего отца и моей матери. Естественно, ни одна семья не является совершенной. Сам Бог прекрасно знает, сколько ран мы получаем, и сколько ошибок совершаются в воспитании детей. Он прекрасно знает об этом. Тем не менее, заповедь остается неизменной. «Почитай отца твоего и мать твою, каковы бы ни были обстоятельства, о каком месте или поколении не шла бы речь, эта заповедь существует для всех, каковы бы ни были даже раны или трудности, которые бы не претерпевал ребенок. Для того, чтобы семья, которая является Божьим благословением и частью Его плана, была также школой жизни, прощения, примирения и любви, мы должны почитать отца и мать. Если мы их благословляем, значит, мы уважаем Божий план. Также важно озвучить другие местописания. Я исследовал эту тему, так как говорят важные слова о том, что происходит, когда мы не соблюдаем эту заповедь. Итак, в Евангелии от Матфея 15 главе написано, «Ибо Бог заповедал, почитая отца и мать, и злословивший отца или мать, смертью да умрет». Это напоминание о ветхозаветной заповеди. Притча 20 глава. «Кто злословит отца своего или мать свою, того светильник погаснет среди глубокой тьмы». Притча 30 глава, 11 стих. «Есть род, который проклинает отца своего и не благословляет матери своей». Итак, слово ясно говорит о том, что нам нужно сделать относительно родителей. Пока еще есть время исполнить это слово, необходимо исполнить его. Хочу завершить послание, говоря о трех этапах жизни. Как нам почитать родителей на каждом этапе жизни, то есть будучи детьми, взрослыми и затем, когда наши родители пожилые. Очень коротко скажу, что детям сказано. «Детям будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу». «В детстве почитать отца и мать значит быть послушным им». Касательно взрослых, в книге Левит, 19 главе написано. «Бойтесь каждой матери своей и отца своего». Послание к евреям, 12 глава, 9 стих, говорит так же. «Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то они гораздо ли более должны покориться отцу духов, чтобы жить?» Так сильно подчеркивается уважение для взрослых детей. «Мы уважаем родителей, потому что Бог просит нас об этом». «Когда родители пожилые, Библия ясно говорит о том, что нам нужно их поддерживать». «В Евангелии от Матфея, 15 главе, 5 стихе, мы видим, что вопрос был задан Иисусом. Люди думали, что то, чтобы они могли превратить в помощь, изначально предназначено для родителей в жертву или приношении Бога. Иисус говорил о том, что это неправильно, так как на нас есть ответственность. Мы должны почитать отца и мать, поддерживая их в их преклонном возрасте. Написано «Слушайся, отца твоего, он родил тебя, и не пренебрегай матери твоей, когда она и состарится». Также написано «Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу». А это означает «поддерживай родителей в их пожилом возрасте, почитай отца твоего и мать твою». Это слово из десяти заповедей, которые имеют особую важность. И я хочу вам напомнить о прекрасном обетовании, чтобы ты был счастлив, и твои дни продлились на земле. Для этого тебе нужно почитать своих родителей и отца, и мать. Бог расположил эту заповедь так мудро, что она находится на первом месте наших отношений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова